Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Александр и я хочу вам рассказать сегодня о коляске от бренда Ricara мне очень приятно, что бренд сейчас начинает снова, знаете, покорять рынок он как-то ушел недавно так в тень и сейчас начинает снова, как я сказал, покорять рынок и выкатывает на рынок достаточно интересные модели за абсолютно адекватные деньги учитывая, что это друзья Ricara Ricara, напомню, кто не в курсе, это такой практически премиум сегмент в котором вы получаете очень дорогие материалы хорошие, например, в них автокресла очень крутые с одной из лучших посадок за вменяемый прайс не дешево, абсолютно не дешево, но учитывая, что где они сидят это хорошие деньги, хорошая цена поэтому и очень интересен этот бренд вот этим и сегодня мы с вами рассмотрим модельку у них прогулочная, ультракомпактная, друзья, коляска она называется Lexa у них еще есть Lexa Lite у меня обзор на канале в YouTube есть кстати, насчет YouTube вы прекрасно, наверное, уже поняли если смотрите этот ролик, что YouTube у нас затормозили и смотреть можно только через VPN поэтому, друзья, у меня ссылка в описании будет на ZD, на VK-видео, на Telegram где я буду также закидывать все эти ролики где вы сможете их смотреть без всяких бубнов станцев с бубнами спокойно, все без проблем особенно, прошу, подпишитесь на Telegram это самая простая площадка для этого из компьютера легко посмотреть вот, так что, друзья, продолжим изучать технические характеристики базовые назову гарантию, вот что мне нравится в Riccara они дают 2 года, это хорошо вес у нее 6,3 кг, друзья и 6,3 кг это реально хороший результат потому что компакты сейчас некоторые 9,5, 8,5 весят ну, 6,3, окей кстати, спинка у нас 130-175 градусов вполне себе с полугода можно ее эксплуатировать до 22 кг веса ребенка ширина, кстати, колесной базы всего лишь 47 см поэтому любая, вообще, дорожка везде, спокойно вы поместитесь проедете, все хорошо так, друзья, технические характеристики по ссылке будут в описании и там будет полная техническая информация высота ручки до пола и все вот эти данные у меня 186 рост поэтому, смотрите, мне все ручки нормально бывают, прям вообще, все удобные не знаю вот, здесь нету кожи в ручке это у нас спиненная резина ну, зато приятная, хорошая и высота, в принципе, мне хорошо подходит что касается козырька, друзья вот такой вот козырек достаточно тихий механизм использован здесь у нас есть смотровое окошечко с сеточкой вот, поэтому можно заглянуть посмотреть, как там карапузик поживает и глубина козырька, в принципе, окей так, наклон я сейчас чуть позже покажу хочу показать вам сидение сидение, мне что нравится очень высокое сидение взрослые дети будут комфортно себя чувствовать здесь, друзья, классика пятиточные ремни все понятно и просто единственное, чтобы я сюда добавил это вот такую мягкую накладку именно вот в паховой части вот, мне кажется, здесь этого не хватает что касается бампера, друзья он здесь некомплектный, он сейчас идет в подарок поэтому на момент, когда будете смотреть обзор смотрите, идет ли он сейчас в подарок или нет ну, на тот момент я имею ввиду он съемный, поэтому все без проблем вот, что касается, друзья, вот ткани мне нравится, что на спинке использована перфорация полностью на боковой стенке полностью перфорированная сеточка летом для путешествий очень хорошо подходит эта коляска она очень мобильная, легкая, дышащая с этим все хорошо также у нас подножечка, само собой, регулируемая ступенька все четко, все хорошо давайте посмотрим на наклон ремешки, классика вот так опускаем смотрим на эти 175 градусов так, все вот что мы имеем в принципе, вполне себе годный вариант РУС-175, это практически 180, друзья и вот оно, то, о чем я говорил все дышит, все хорошо чтобы отрегулировать нам нужно ремешки потянуть в разные стороны и здесь у нас есть кнопочка которую можно зафиксировать верхнюю часть для большей жесткости, скажем так так, давайте заглянем что у нас здесь в основании в основании, друзья, хорошая, нормальная для такого рода, ультракомпакт хорошая, нормальная корзина с хорошим доступом сбоку сеточка, высокий бортик поэтому все нормально и что мне нравится здесь приятные, мягкие колеса и по плохой дороге она так тихо едет хорошо едет тормоз классный тормозим здесь снимаем не нужно ничего ковырять так, естественно колеса у нас с амортизацией с этим все нормально как я говорил она едет очень классно и передние колеса с возможностью заблокировать их по плохой дороге будет очень актуально вот это все так, и теперь давайте посмотрим друзья, как она складывается потому что она у нас для путешествий и это важно в идеале давайте попробуем сейчас сложить ее не снимая некомплектный бампер вот как она есть попробуем опа в принципе, видите она сложилась но бампер он у нас остался вот в этой стороне торчащим в сторонку вот, можно его снять и будет вполне себе компактно кстати, он откидывается как калиточка для удобной посадки ребенка это я забыл показать это очень важный момент и очень удобный в эксплуатации так, подножечку она вся стоит все хорошо подножку вот так вот сделали и все очень компактная мобильная коляска и кара они достаточно надежные за ними нет такого гришка знаете что там повально что-то ломается тем более они дают два года гарантии как по мне очень щедро учитывая, что сейчас некоторые бренды вообще по 6 месяцев дают так, в принципе, друзья все, что хотел я рассказать рассказал как по мне цена, качество бренд у Рикара вот, наверное одно из лучших сейчас на сегодняшний день предложений потому что вот Рикара как бы такой премиум сегмент и она стоит там около 20 грубо говоря 5 тысяч рублей и в этом сегменте сейчас находятся такие бренды ну, польские бренды назовем их так они как бы типа классом чуть пониже считаются хотя тоже очень хорошие и стоят те же деньги поэтому если хотите бренд за адекватный пресс как я вначале сказал Рикара вполне себе вариант ссылочка на него будет в описании друзья пройдите смотрите заказывайте но мне добавить нечего вопросы есть пишите в комментариях нам поболтаем подписывайтесь на соцсети которые я внизу указал в описании и увидимся удачи вам на дорогах всем пока пока